Но сегодня мне бы хотелось очень проповедовать и донести до вас некоторые мысли. Итак, друзья, кто мне напомнит, о чем было прошлое проповедь, проповедовал пастор Иван? Кто помнит тему примерно? Мир с самим собой. А позапрошлая какая тема была? Мир с Богом, да? Мы говорили с вами о том, что есть мир с Богом, стратегия Божьей победы. Вначале мир с Богом, потом мир с самим собой, потом мир с окружающими людьми. Сегодня мы будем как раз об этом говорить, мир с людьми, которые наполняют, или которые окружают нас. Но я хочу, вот знаете, просто я понял, вот общаясь с некоторыми братьями на этой неделе, я понял, что мы приходим в проповедь в таком, знаете, таком состоянии, называется такое, сонная лощина. Знаете, такое вот, в таком состоянии, где-то, знаете, такое, о-о-о-о. И только когда, знаете, там на сцене пастор замирает или молчит 10 минут, мы такие, типа, а что он должен говорить? А что он не говорит 10 минут? Знаете, вот такое состояние. Я бы хотел нас сегодня немножечко так вывести. Я понимаю, что на то причин масса. И ситуация в стране, возможно, и где-то там суббота утром, кто-то за неделю устал и так далее. Это вообще не важно. Важно одно, друзья, мы должны понимать, в Библии написано, что все, что начало быть, начало быть через Слово. Слово, друзья, Слово Божье, оно меняет. Слово Божье созидает. Слово Божье созидает человека, оно меняет изнутри. Если мы обратимся к тому, как работает Слово Божье, друзья, вы поймете, Слово Божье, когда мы его активно слышим, оно приходит в наше сердце, оно касается нашего сердца. И касаясь нашего сердца, оно либо, знаете, либо обличает нас, либо одобряет, ободряет, вдохновляет. Оно действует на каждого человека по-разному. Но для каждого оно действует так, чтобы каждый мог измениться. Аминь. Поэтому в этом году, друзья, почему мы говорим о Божьей победе? Почему? Потому что, ну, почему я решил поднять? Потому что я понимаю, что для некоторых людей разговор о победе равняется «мы победим Россию». Вы знаете, честно вам признаюсь, ну, друзья, я не фаталист, я не пессимист, вот так назовем, да? То есть я вообще, кто меня знает, я вообще очень большой оптимист. Я верю, что мы победим. Более того, я имею понимание, разумение, откровение. Я не буду утверждать о том, что мы победим, запишите мои слова, отнесите в, там, библиотеку Конгресса, и вы увидите, там. Ну, это позерство, это никому не надо. Ну, я верю, что мы победим, потому что я знаю, что добро всегда побеждает зло, правда всегда побеждает ложь. Аминь. Ну, и когда мы видим какие-то вещи, мне очень жаль, конечно, что и у нас присутствуют элементы, и мне бы не хотелось, чтобы этого было. Вот пастор Виталий как раз сегодня об этом говорил, и мы молились об этом. Но, когда мы говорим о Божьей победе, друзья, я еще раз хочу акцентировать наше с вами внимание. Речь не идет о том, что мы теперь закидаем всех шапками и победим. Это, друзья, это не лозунги, это не декларации. Когда мы говорим о Божьей победе, объясню вам, друзья, например, если взять историю израильского народа, которая нам дана для того, чтобы мы активно в ней, вчитываясь, думали тоже и видели, иногда сравнивали свою историю или свой путь, мы можем увидеть разные моменты, мы можем увидеть 400 лет египетского рабства. Скажите мне, пожалуйста, в эти годы Бог поставил себя на паузу или нет? Да или нет? Нет. То есть, Он был, но они были в рабстве, правда? Возникает логичный вопрос у каждого верующего человека. Так где же эти 400 лет был Бог? Он был там, Он был рядом с ними. 70 лет Вавилонского плена. Где был Бог? Бог был там с ними. Друзья, послушайте, когда мы говорим о Божьей победе, это не означает, что выскочит такой, знаете, светлый воин-ниндзя с нимбом вот здесь, вот как нам привыкли видеть на белом коне. И Он всех разрубает и всем раскидает деньги. Вот это победа была бы, да? Вот мы сразу все бы и победили. Друзья, что такое Божья победа? Это когда, возможно, ты проходишь долиной смертной тени. Псалом 22 говорит, ты можешь проходить и долиной плача. Возможно, сегодня это путь нас, друзья, как нации. Возможно, это путь нас, как этого поколения, пройти по нему, проходить по этому пути. Но что говорит Библия? Мы в ней открываем источники. Каким образом мы открываем источники? Когда мы умеем, проходя через любые обстоятельства, обнаруживать рядом с собой Бога, видеть Его, переживать Его, чувствовать Его, быть рядом с Ним. Вот почему в церкви мы говорим, люди, вопрос не в том, что пришел на собрание и не пришел, а вопрос в том, ты там в это время этого собрания или ты не там? Ты живешь Богом или ты просто формально в Него веришь и приходишь тогда, когда там, знаете, надо Ему просто прийти и все? Нет, друзья, поэтому мы и говорим о стратегии Божьей победы. И мы начали, друзья, в январе месяце, мы говорили о причине, почему мы говорим, что Бог побеждает. Вы знаете, для многих людей, хочу вам сказать, Бог и победа это некий такой синоним, но если вы спросите, почему это синоним, многие верующие люди не понимают, они не могут дать вразумительного объяснения. Ну как? Ну Бог же не может проиграть. Нет, друзья, Бог победил по одной причине. Потому что Его единородный Сын Иисус Христос на кресте, будучи праведным, умер. Умер. И Библия говорит, что Он забрал ключи ада и смерти. И именно по этой причине Он победил. Друзья, мы побеждаем, Бог побеждает по одной причине, потому что Иисус Христос победил смерть. Аминь. Поэтому мы начали в январе. Мы говорили о том, кто есть наша причина, Христос. Друзья, если вы хотите в любых обстоятельствах никогда не быть в проигрыше, вам нужно научиться. Нам с вами необходимо научиться видеть Христа. Видеть Его везде, обнаруживать Его везде. Обнаруживать Его, знаете, на свадебном пире и обнаруживать Его на больничной койке. Вот, только что Людмила Александровна, Алена, свидетельствовали об этом, друзья. Эта победа, она стала возможной благодаря тому, что есть Христос. Знаете, конечно, об этом можно, не знаю, два часа объяснять и рассказывать, чтобы вы поняли. Кто-то скажет, ну а где же здесь победа, им сделали операцию. Послушайте, друзья, победа, она многогранна. Например, приведу вам пример. Они говорят, кто-то помог финансами, пожертвовал. Послушайте, друзья, во времена, когда всем сложно, единственная причина, по которой люди жертвуют, потому что они поняли, что кто-то за них отдал свою жизнь. Аминь. Иначе люди не жертвуют, вы понимаете, друзья? Только тогда, когда Христос является центром нашей жизни, мы способны творить дела. Мы способны творить добрые дела. Мы способны быть милосердными, любящими, даже к тем, кто нас ненавидит. Правда же? Так вот, друзья, стратегия Божьей победы, первый ее смысл, это Христос. Дальше мы говорим о самой стратегии. И ее смысл первый сводится к следующему. Если Бог должен стать номером один для твоей жизни, для тебя. Вы знаете, друзья, это... Ну, я все время, конечно, я понимаю, что я могу рассказывать эту историю много-много раз, но я думаю, что большинство из нас, мы так и не понимаем ее смысла по-настоящему, сути. Знаете, это простая такая христианская, неканоническая притча. Помните о воскресной школе, когда учитель берет показывать детям картинку? Это вот я сейчас вам показываю картинку и говорю, друзья, кто изображен на этой картинке? И знаете, мы все по-христиански правильно отвечаем. Иисус! Знаете, один мальчик говорит, я знаю, что правильный ответ Иисус, но уж больно он на белочку похож. Так вот, о чем здесь идет речь, друзья? Проблема в том, что когда в церкви нам говорят так, мы говорим аминь, мы научились это отвечать. Но послушайте внимательно. Друзья, мы говорим, что Бог, Бог должен стать, то есть вначале у тебя должен появиться мир с Богом. Что это означает? Бог должен стать выше любых твоих потребностей. Мы все знаем, что на это правильно ответить аминь, но в реальной жизни, друзья, мы так не считаем на самом деле. Вы понимаете? И это печально. Это печально. Мы все понимаем, что надо ответить да на это. Мы все говорим, что это правильная мысль. Но в реальной жизни, когда доходит до момента, что в твоем кошельке остается там, может быть, 20 гривен, и тут мир улетучивается у нас. Вдруг понимаем мы, вдруг оказывается, что ну не все, это так. Ну не так уж, это и все на самом деле. А вот способность действительно, чтобы он стал твоим миром. Книга пророка Исаии говорит нам, твердого духом хранишь ты в совершенном мире. Ибо на тебя уповает он. Что означает твердый духом? Это человек, который способен обнаруживать мир в Боге посреди любых обстоятельств. Скажите мне, пожалуйста, что сделал, что делал Иисус Христос, когда с учениками он переплывал через море? Он спал вокруг штормы, вокруг буря. И они, естественно, как и мы, друзья, это картинка нас. Они начинают, о-о-о, шеф, все пропало. Иисус просыпается и говорит, маловерные. В чем он их упрекнул? Послушайте, он упрекнул ведь их не в том, нормально ли бояться тогда, когда на тебя идет девятый вал. Нормально, я вам честно говорю, нормально. Это нормально. Ненормально другое. Ненормально, когда ты не можешь жить спокойно среди этого. Потому что у тебя теряется мир. Мир с Богом, это самое главное. Аминь? Самое важное. Второе, друзья, то, о чем говорил пастор Иван в прошлый раз. Если Бог, ведь, послушайте, невозможно иметь мир с самим собой. Невозможно, знаете, вот прийти, простите меня сейчас за такую, знаете, шутку юмора, но извините. Невозможно прийти в этот дзен, состояние умиротворения, если у тебя нету мира с Богом. Вы понимаете? Чтобы у тебя был мир внутри, Бог должен полностью, полностью покрыть собой все твои потребности. Вы понимаете? А как это? Что мне теперь деньги не нужны? Да, конечно, они нужны. Просто ты не переживаешь от того, сегодня хорошо или плохо. Ну, смотрите, давайте приведу вам такой простой пример. Скажите мне, пожалуйста, когда у твоего, давайте загадку вам задам, смотрите, внимательно, ребус такой. Когда у твоего соседа машина в сто раз дороже, чем твоя, как называется то чувство, которое обычно испытывают соседи? Оно на «за» начинается, на «весть» заканчивается. О, молодцы! Вы понимаете, друзья? Это называется зависть. Как сохранить себя от этого, друзья? Очень просто. И если у тебя есть мир с Богом, ты будешь за соседа, а не свечку за упокой ставить. Понимаете, друзья? Ты радуешься за него, потому что у тебя мир внутри с самим собой, у тебя дзен, тебе нормально, тебе хорошо. Тебе хорошо от того, что у соседа хорошо. Я помню, не буду назвать, а то потом, что же будут плохие слова у человека. Я помню у вас брата одного, красивая белая машина, а купил еще красивую себе машину. Я думаю, класс, ну так же супер за него, я же радуюсь за него. И знаете, вот реально, ты радуешься за человека. Ну вот класс, ну молодец, ну слушайте, ну это же здорово. И тебе внутри так хорошо от того, что кому-то хорошо. А если тебе внутри индикатор не становится очень сильно хорошо от того, что кому-то стало лучше, у тебя трагедия. Если у тебя начинается вот это, знаете, тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут, завелся, дюрасел пошел, понимаете, внутри работать. Все, и ты не можешь успокоиться. И тебя подкидывает от того, что кому-то хорошо. Откуда деньги? Откуда машина? Какое тебе дело? Ну хорошо, от того, что ты узнаешь, откуда деньги, оттуда машина. Для чего ты узнаешь? Что ты пойдешь и сделаешь то же самое? Нет. Знаете почему? Я вам отвечу. Потому что некоторым людям, чтобы у них появилась такая хорошая машина, пришлось ночами не спать. А вы не готовы к этому. Чего вы мучаетесь? Зачем вы задаете эти ненужные вопросы? Как сказал один человек, говорит, работать нужно не 16 часов или 18 часов в день, а головой. А мы не хотим. Но мы хотим, чтобы было у нас так, как и у него. Какое вам дело? Надо научиться радоваться, друзья, от всего. Поэтому мир самим собой. И вот сегодня третья тема, которую я хотел бы, чтобы мы поняли. Это полная стратегия Божьей победы. Такой план. Мир с окружающими людьми. Тема сегодняшней проповеди звучит следующим образом. Я взял, знаете, чтобы не плагиатить, я взял просто цитату из Библии и от нее построил тема проповеди. Называется «Старайтесь иметь мир со всеми». Давайте я прочитаю вам, друзья. Евреям 12.14. Написано «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Старайтесь иметь мир со всеми. Мир с окружающими людьми. Мир со всеми. Правда? И Иисус, видите, Он здесь призывает нас. Бог призывает нас через апостола Павла. Он говорит «Старайся иметь мир со всеми». Пастор, вы знаете, с этими людьми стало невозможно разговаривать. После того, как у них появилась новая машина, пастор, вы знаете, мне кажется, они как-то начали смотреть свысока на остальных. А может, это ты слишком стал по-другому смотреть на них теперь? Поэтому ты уже и не можешь с ними общаться. Пастор, вы знаете, у этого человека, я считаю, да Библия тебе говорит «Иметь мир со всеми». Знаете, что такое мир со всеми? Это когда ты радуешься человеку просто потому, что он есть. Просто потому, что он есть. Как понять, что ты радуешься человеку? Представьте себе, вот внимание, включите воображение. Представьте себе, 10 минут до начала комендантского часа, темень страшная, света нету. Что-то где-то угрожающее такое. Вы идете один по темному или одна по темному-темному перилку, и сзади вы слышите. Что вы хотите в этот момент увидеть? С кем вы хотите встретиться? Скажите. Я бы очень хотел встретиться, например, в этот момент со Стасом. Знаете, я бы ему увидел и сказал «Стасик, брат мой, я так рад тебя видеть». Кто хотел бы встретиться? Или с Вовой, или с пастором Ваней, я не знаю, с Лачином, кто хотел бы встретиться? Лачин, идите сюда, на секунду. Ну, давай, давай. Я просто, чтобы для примера было понятно. Вы понимаете? Вот если я в этом темном переулке встречусь рядом, о, я встречусь с ним, кто из вас был бы рад брата встретить? Скажите. Сестры, кто был бы рад встретить такого брата? Который тоже слышит шаи и мечтает по-моему. Ну, вы понимаете, мы вдвоем уже сила. Понимаете, мы сила, мы хотим быть рядом друг с другом. Я говорю «О, очень, как вы? О, как настроек, как жена?» Сразу нам дело до него есть. И есть о чем поговорить, правда, да, с ним сразу? Да, я вас, я с ним буду разговаривать. Не, я буду уходить вместе с ним подальше. Но я, друзья, не буду идти молча. Ну, типа, знаете, я тебя не знаю. Все меняется. Старайтесь иметь мир со всеми. Правда? Спасибо, дорогой. Я просто хотел, чтобы наглядный пример был. Мы все хотим встретиться с такими людьми. Это же круто. Так вот, друзья, смотрите. Старайтесь иметь мир со всеми. Это тема, которую я хотел бы, чтобы мы сегодня разобрали. Но давайте вернемся к месту из Писания. Потому что если мы будем отталкивать проповедь от темы, друзья, то легко попасть не туда, куда надо. Давайте возьмем место из Библии. Разберем, что говорит Библия. Смотрите еще раз. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Два слова, которые здесь ключевые в этом стихе. Мир и святость. Смотрите. Мир и святость. Я хочу вам сказать, друзья, этот стих содержит в себе как раз-таки рецепт, то есть практический совет о том, каким образом мы можем в любых обстоятельствах нашей жизни реально иметь мир со всеми. Итак, друзья, в этом заключается, вот в этих двух словах, мир и святость. Это баланс адекватной и в то же самое время праведной жизни с Богом. Вы знаете, что меня всегда смущало? Меня смущали люди, которые, вот, например, приведу пример. Я помню далекий 96-й, если не ошибаюсь, поостровали, можно поправить, или 7-й год, по-моему, когда мы возлагали руки на холодильники наши, которые ломались, не помнишь, в каком это году было? 6-й, по-моему, 96-й год. К нам приехал как-то один проповедник, который проповедовал, знаете, в дерзновении харизматическом, если у вас сломался холодильник, возлагайте на него руки и пророчествуйте о том, что он будет целым. Вместо того, чтобы обращаться в мастерскую, мы возлагали руки на холодильнике, поверьте. Некоторые холодильники исцелялись, у некоторых они так и умирали. Вот, я к чему веду, друзья? Это пример неадекватной христианской жизни. Я вам приведу еще один пример из моей жизни. Я помню, женились мы с женой, это 2001-й год еще. Знаете, я еще такой весь, или 2000-й год. И я помню, как сейчас жена, говорит, у нас денег немного осталось. Я говорю, 36-й псалом. Я был молод и состарился, но не видел праведника оставленным, и потомкам его нуждающимся. Он всякий день милует и взаймы дает, и потомство его в благословении будет. Я говорю, будем три раза в день с тобой там молиться и пророчествовать. А колбасы как не было, так и нету. А потом моей жене приходит уникальная идея, говорит, может, наработать начнем? Друзья, вы поймите правильно. Я к чему говорю? Вы понимаете, адекватная христианская жизнь. Мы об этом сейчас говорим. Вы слышите меня? Скажите, адекватная. Вы понимаете, друзья, адекватная христианская жизнь. Я помню, у нас один парень, помнишь, это был такой, я забыл уже, Серега Иисус Господь, такая у него была. И он, знаете, он 31 декабря женился на своей жене, и знаете, где они провели первую брачную ночь? На ночной молитве. В свадебном платье, в первом ряду. Я на них смотрел, уже к тому времени я начал понимать, что все должно быть более адекватно. Я на них смотрел и думаю, господи, какие духовные люди. А потом во второй половине ночи я смотрел, думаю, нет, ну что-то они не очень духовные. Понимаете, друзья, христианство должно быть адекватным. Почему многие верующие, они живут в поражении? Я вам хочу сказать, потому что крышу можно поставить только на дом, у которого есть четыре стены. И это одна из них, только духовность. Вторая из них, это трудолюбие и характер, правда? Третье, друзья, это навыки и знания какие-то. И четвертое, это труд. Друзья, эти четыре стены, ты не можешь поставить крышу? Бог не ставит крышу, друзья. Он говорит о том, что не молящийся достоин пропитания, не верящий достоин пропитания. А что он говорит? Как же он такой недуховный Господь, такие слова говорит? И сказать, во имя Иисуса перейди ко мне. Да. А потом останавливает его полиция и говорит, а что это вы едете на чужой машине? Поймите, друзья, это все шутка, конечно, но еще раз говорю, критерием или толчком к адекватной и праведной в то же самое время жизни является вот этот баланс. Итак, друзья, мир, мир со всеми и святость. Почему мир со всеми? Давайте объяснем так. Смотрите внимательно, друзья. Почему эти две вещи? Очень просто. Объяснение достаточно простое. Если не иметь мир с окружающими людьми, очень легко и просто свалиться в заблуждение под любым удобным на то для тебя соусом. Послушайте, если у тебя нету мира с людьми, если, знаете, как говорят, очень легко быть чемпионом мира по своей собственной версии единоборств, в которой ты один участвуешь. Я помню, я учился в училище в далеком 90-м году, и у нас было такое соревнование, там Суворовское училище, были между училищами соревнования, называлось Спартакиада. И там была борьба, и у нас, я помню, была такая, знаете, уроки пропускали борцы, у нас были такие здоровые, там типа тлачина один только. А был у нас Гена такой один, Малахов у него, Гена Крокодил кличка. И он такой, у него был вес 41 килограмм, и вот он был чемпион всех суворовских училищ в своей весовой категории. Знаете почему? Каждый раз, когда он приезжал на соревнования, в его весовой категории был только он один. И он автоматически становился, и он такой, знаете, был 41 килограмм весом, такой, знаете, вот такой, и вот так, знаете, ходил вот так. У него попа была шире плеч в два раза, но он весил 41 килограмм, простите. Вот такого роста, он всегда побеждал, он был чемпион. Просто никого не было в его весовой категории. И вы понимаете, друзья, смотрите, когда ты, внимание, когда ты проповедуешь, вот я проповеду проповедь вам, вы же понимаете, кто слышит проповедь сейчас? Как вы думаете, что я не отдаю себе отчет, что вы ее внимательно слушаете? А потом еще можете и подумать, не все, конечно, но некоторые подумают над этой проповедью. Самые трудолюбивые откроют Библию и проверят, а некоторые могут сказать, а я не согласен. Так вот, вы понимаете, друзья, что такое, что мир со всеми? Это означает, например, для меня, когда я проповедую, я должен проповедовать так, чтобы человек, который меня слышит, проверяет в Библии и сказал «Аминь». Или знает Библию, правда? А когда ты проповедуешь, друзья, никому, и ты сам, по своей версии, чемпион, например, есть такие, ну, есть такие мега-апостолы, например, Ютюба. Который вот, он открывает Ютюб, проповедует и закрывает комментарии, главное, к проповеди своей. И вы молодец! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я не знаю, друзья, но мы знаем факт о том, что, чтобы его не унесло, внимание, как вы думаете, если Бог позаботился, чтобы апостола Павла не унесло, как вы думаете, нас может уносить или нет? Поэтому Бог говорит, ты должен научиться мир иметь со всеми. Вы понимаете, ну, я знаю, что обычно, ну, не знаю, по крайней мере, в нашей семье, я очень рад Богу, благодарен Богу за мою жену. Она очень трезвая, трезвомыслящая христианка, знаете, которая никогда, я уверен, она никогда не даст мне, знаете, если вокруг все люди скажут мне, что я не прав, я уверен, что она не будет той, которая скажет, а ты прав. Если я не прав, она мне скажет, слушай, ты реально не прав. Я для себя поставил такой, знаете, флажок, если моя жена, она не, ну, не против, если она продолжает быть согласной, слава Богу, это хорошо. Вы понимаете, друзья, мы иногда хотим поломать всех людей для себя, чтобы мы были молодцы, но так оно не работает. Бог дает нам, и Он говорит, иметь мир со всеми, знаете, что это означает? Тебе придется договариваться научиться со всеми. Тебе придется научиться договариваться со всеми. Знаете, я как-то давно слышал на проповеди один человек предложил, говорит, если вы хотите похудеть, просто заклейте у себя зеркала в доме. И все, вы похудели. Все, лайфхак, ты похудел. Какая проблема? Ты же не видишь ничего. На весах заклейте. Напишите цифру заветную. Все, и взвешивайте сколько хотите. Вы победили. Друзья, если вы уберете из нашей жизни вот этих людей, я всегда задаю людям вопрос. Например, кто из вас, кто из вас, как христиане, знает, что мы должны любить других людей? Кто знает? Правда или нет? Внимание, вопрос к вам на засыпку. А кто из вас любит людей? У меня вопрос, откуда вы это знаете? Откуда вы это знаете? Если у вас нет ни домашней группы, ни людей, за которых вы несете ответственность. Если единственное, кем вы себя окружаете, кого вы любите, это люди, внимание, которых вы сами себе выбираете и которые подходят вам. Вы как определили, что вы их любите? Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Это как вы решили определить себе, что вы любите людей? В Библии написано, что любовь покрывает все, даже множество грехов. То есть, логически предположить, что человек, который рядом с тобой, он должен быть тем, который, возможно, будет тебя даже и раздражать. Ну, мы так не хотим. Нам нравится, друзья, нам нравится, когда мы имеем мир с теми людьми, которые имеют мир с нами. Правда? Так написано там или нет? Давайте еще раз прочитаем. Еще раз прочитаем. «Старайтесь иметь мир со всеми, которые имеют мир с вами». Простите, это же я ошибся. Я же не дочитал до конца этот стих. Или в вашей Библии так написано. В моей написано «Старайтесь иметь мир с ООО и даже с Аней Емельяновой, и даже с Дмитрием Васильевичем, и даже с Максимом, и даже с Сережей Кожевниковым, и даже с Серегой, и даже с Димой Тищенко, и даже с пастром Владимировичем». Ваней надо иметь мир. Да не трогайте вы человека, что у вас так сыпанула именно белая машина. Смотрите, он говорит, имейте мир со всеми. Имейте мир со всеми. Вы понимаете? И дальше написано. А почему святость? Слушайте внимательно, друзья. Что такое святость? Святость – это отделенность человека для Бога. Не от Бога, внимание, а для Бога. То есть, смотрите, противоположно. Знаете, есть некоторые люди. Святой. Как определить, что он святой? Он идет, ни с кем не здоровается. Он в помазании. Он старается не расплескать помазание. Знаете, идешь ты, и так он идет, и он такой, здравствуйте. И ты такой, знаете, так смотришь на него с высоты космического полета. Пыль! С-с-с! Нет, Бог корректирует, тут же он говорит, старайся иметь с ним мир, вот с этой пылью ты должен иметь мир, а как же святость, без которой никто, я же отделен для Бога, он говорит, нельзя быть настолько отделенным, чтобы потерять мир с этими людьми, потому что, вы понимаете, у некоторых людей у них разбаланс происходит, они такие святые, вы что, да ну вы что, знаете, иногда такой, я иногда бывает такой, ну у меня на собрании, ну я имею в виду встречи какие-то, я что-то такое скажу, а потом я иногда слушаю, люди говорят, говорят, я думаю, да не, я что-то проповедовать не буду, я как-то что-то не дотягиваю до уровня этих святых. Послушайте, друзья, святой это отделенный для Бога, знаете, что это означает? Это не отделенный от них, это отделенный для Него, а это означает, что я должен умоляться настолько, чтобы быть там, где Он. Скажите мне, пожалуйста, кто мыл на последней вечерю ученикам ноги? У меня вопрос просто гипотетический. А я думал Иуда Искариот. Иисус мыл ноги, друзья, если Он мыл ноги, то святость это не быть выше всех, не парить над облаками, понимаете? Так вот, друзья, в налаживании мира со всеми людьми есть огромный риск начать угождать самим этим людям и при этом перестать жить Божьей истиной. Знаете, я заметил, некоторые люди иногда, знаете, как образовываются секты? Есть такое страшное слово секта. Что такое секта? Секта это когда люди больше верят человеку, нежели Богу. Вот и все. Поэтому у нас всегда в церкви мы говорим, Христос на первом месте, читайте Библию, получайте откровение оттуда, размышляйте на слове. Мы всегда заметили, поклонение вокруг Христа, прославление вокруг Христа, проповедь вокруг Христа. Тот говорит, пастор, а вы не думаете, что люди, они станут слишком самостоятельными? Да послушайте, если мы читаем одну Библию и верим в одну Библию, станьте самостоятельными, это никак не влияет на меня. Потому что если я буду подчиняться тому, что говорит Бог, и вы будете подчиняться, то мы на одной странице с вами. У нас проблем нету, правда? Но, если человек начинает слушать человека, тогда, внимание, есть возможность. Ты не можешь, ну, как бы, ты должен держать этого человека все время. И вот смотрите, есть такая крайность. Пастор, а вы не думали, что очень важно, чтобы человек, я говорю, ты понимаешь, я согласен, очень важно, чтобы любой человек, но при этом, при всем, я не должен потерять Бога из виду. Друзья, что делает святость? Святость, она отделяет нас не от людей, но отделяет нас для Бога. И тогда, когда приходит желание угождать человеку, знаете, есть некоторые люди, ну, вот которые, например, ну, знаете, пастор, а вы мне за последние три месяца ни разу не позвонили узнать, как у меня дела, ну, к примеру. Я говорю, окей, ну, да, не позвонил, ну, сори. К слову сказать, друзья, я не особо помню, что прям много людей меня спрашивали вообще, как у меня дела. Ну, ладно, это такое, опустим. Я к чему веду? Вы понимаете, друзья, святость, это означает, у нас всегда в отношениях с людьми будет, знаете, такая незакрытая страничка, на которой ты, я даже записал для вас такую мысль, это функция, святость, это функция, которую дал Бог, чтобы раз за разом подводить тебя к разочарованию теми, кем ты очаровался, дабы не возник, дабы не разочароваться в том, кто тебя возлюбил вечной любовью. Друзья, Бог дает святость, чтобы мы не были очарованы людьми, потому что следующее за очарованием людьми будет разочарование в людях. Брат, ты почему перестал в церковь ходить? Знаете, какие там люди? А какие они? А ну-ка, интересно, какие они там? Они же такие, я говорю, они такие же, как и ты. А я не такой. Говорят, что, лучше? Да. Вот тебе, пожалуйста. Вот вам, друзья, пример, да, человек? Вот уже он и не святой, вроде как. Так вот, друзья, святость, это такой, знаете, маленький камушек в обуви, который тебя все время возвращает на эту землю. Смотрите, еще раз, что написано? Старайтесь иметь со всеми мир, и в то же самое время, он говорит, и святость, без которой никто не увидит Господа. Друзья, дело в том, что есть искушение. Помните, когда Христос берет трех своих учеников на гору преображения? Помните? Кого он взял туда? Кто нам помнит? Давайте, читатели Библии. Кого взял? Петра. Дальше, кого? Иоанна. Еще кого? Якова. Троих взял. Внимание, сколько осталось учеников у подножия горы? Девять. Смотрите, они подходят, сходят на гору преображения. Христос преображается. Они видят, кого? Видят этого, Моисея, беседующего с ним. Они видят Илью, беседующего с ним. Они в таком восторге. Они говорят, Господи! Ох! Вот так, знаете, они, наверное, аж вот так их задружало. И они говорят, а давай здесь сделаем три палатки, будем жить. Внимание! А что же с теми девятью? А как же быть с ними? Вы понимаете? Смотрите, друзья, что делает Христос. Он такой, знаете, как ножом режет прямо. Он говорит, не надо здесь оставаться, мы пойдем вниз. К тем людям, тем, вот этим, которые за тобой ходят, а потом они тебя предают. Да! Он говорит, иди к ним. Смотрите, друзья, мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа, одновременно. Вы понимаете? Это одновременно. Это как бы, как тебе сказать, это как, знаете, ты пытаешься вытолкнуть 20 килограмм. Представьте, вот такое вот 20 килограмм. А у тебя, кроме 20 килограмм, еще 20-килограммовая гиря привязана, чтобы в момент толчка. Вы знаете, я знаю многих людей, которые говорят, если бы не было этих людей, которые предают. Я говорю, если бы их не было, тебя бы не было. Потому что эти люди, они тебя делают, они дают тебе понять о том, что ты, у тебя, если бы их не было, у тебя бы завтра уже ним засиял вот здесь вот. Ярко-оранжевого цвета. Вы понимаете, друзья? Еще раз, откуда мы знаем, что мы любим людей? Когда вокруг нас окружают нас люди, которых любить невозможно. Люди, которых хочется ненавидеть. Всей глубиной своей души. И в этот самый момент Господь тебе говорит, ну что, братик, приплыл святой, только в кавычках. Пришвартовался ты. Выходи, будем разговаривать. Вы понимаете, друзья? Еще раз, мир и святость. Мир и святость, это две вещи, без которых невозможно. Но, есть три подводные проблемы. Я назвал их подводные камни. Три подводные проблемы на этом пути. Давайте я позволю себе озвучить их. Первое, друзья, первое, естественно, особенно многие сестры страдают, простите меня, драгоценные. Вы прекрасные, изумительные, но у вас иногда это страдание, вот, кстати, этот пунктик у вас бывает. Желание закрыться от всех. Вы знаете, вот, я хочу быть со Христом, я хочу быть со своим возлюбленным. Я помню, как-то у нас 31 декабря, я говорю, у нас будет, ну, еще до войны, еще до пандемии. Помните, мы в церкви праздновали Новый год, давно. Я говорю, у нас 31, одна сестра такая, меня не будет. Я говорю, а почему? Я в уединение ушла с Богом. Я говорю, что, 30-го не могла сходить? Вот, 31, знаете, чтобы подчеркнуть, все вы тлен, а я святая. Вот, вы, 31-го, вы промениваете вот этот момент встречи Нового года со Христом. Я говорю, так мы будем молиться. Я хочу, чтобы Господь проговорил что-то в мою жизнь. Я говорю, так он тебе скажет, в 12 часов ночи пастор будет проповедовать. Нам все прямо скажет тебе. Он должен лично мне сказать. Слушай, это же смешно. Поэтому, знаете, вот это желание закрыться от всех. Я так себе написал. Желание закрыться от всех. С Богом не все получается, как хочешь, а люди не всегда хорошие. Друзья, рано или поздно, если ты закроешься от всех, ты сойдешь с ума. Просто ты сойдешь с ума. Все, точка. У тебя улетит. Я таких видел, друзья. Я видел, например, лет 15 назад в Австралии. Один человек, которому Бог открыл лично ему в уединении. Открыл, что он Илья. Ой, не Илья, он Даниил. Знаете, что он сделал? Он пошел в зоопарк и спустился в клетку со львами. Он сказал, сейчас буду заграждать всем ему ста. Знаете, чем закончилась история? Сожрали. Все не хорошо. В Африке один решил, я хожу по воде, как Христос. Он мне сказал, я буду ходить по воде. Знаете, что с ним произошло? Утонул. Друзья, если ты закрываешься от всех, в желании быть святым, в желании не расплескать этот драгоценный елей помазания, который у тебя происходит. И ты такой, знаете, иногда некоторыми людьми, я думаю, что Бог в их присутствии уже чувствует себя не святым. Понимаете, такие они святые. Вот в этот момент, друзья, я вам говорю, вы на границе, вот вы прям вот в полшага от, ну, да, от палаты номер 6, вы реально в полшага. Я вам серьезно это говорю. Если вы такой святой, знаете, или бывает такое, брат, что ж ты в церковь не ходишь? Послушайте, у меня собрание со Христом. И я говорю, а можно в ваше собрание иногда там с апостолами прийти? Он говорит, в духе подсоединяйся, брат. Я бы себе такого на работу не хотел, честно. Вы понимаете, что, друзья, с ним же работать будет сложно. Ты ему говоришь о том, что работать надо, он говорит, у меня сейчас встреча, рандеву с Богом. А ты ему говоришь, надо, ну, подметать, говорит, у меня рандеву со Христом. И все, вы понимаете, были такие люди. Я вам серьезно говорю, я знаю таких, я вон постровали, как-то работала там, где снегири на ветке сидели. Там она работала на предприятии, где была там молитвенная команда. И знаете, эта молитвенная команда такая, они в духе. Пророки такой, вижу, 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 вот две сестры, как снегири сидят на ветке. Зачем ты это видишь? Развить это, открой глаза, развить, не надо тебе это видеть. Потому что это ненормальная штука, вы понимаете, друзья? Вот, еще раз, это вот к чему приводит желание закрыться от всех. Вы поняли? Оно к этому приводит. Если вы такой святой, что вам все, только вы и Бог, у вас трагедия, хватит, алло, стоп, прекратите. Идите в церковь в субботу, придите, увидите этих приземленных, не святых, не духовных, странных людей, и вам полегчает, вас должно попустить. Потому что вы встретитесь с ними, и вдруг, внимание, вы святой поймете, как вы ненавидите людей, оказывается. Как вы их терпеть не можете, какие они гады и негодяи, как они вам мешают вашим отношениям с Богом. Ну, серьезно, вам надо прийти в церковь, вам надо бросить вот эту вашу тайную комнату. Знаете, я иногда с некоторыми людьми разговариваю, думаю, Господи, зачем ты начитался этих книг? Что ты наслушался? И знаете, вот такое, знаете, он с такой, знаете, все вот эта тяжесть мира. Христос на кресте так не страдал, как страдает его лицо. В этот момент он говорит, я в молитве. И ты понимаешь, в этот момент такой думаешь, Господи, слава тебе, Господь, что он не в моей домашней группе. Слава тебе, Господи, что его нету. Друзья, вы поймите еще раз, это вот первая. Вторая проблема есть. Знаете, есть вторая проблема. Есть одна крайность, я закрываюсь от всех, а есть вторая. Знаете, есть люди такие, я назвал это так. Настроить, простите меня за пардон, за мой французский, цемки-бомки назвал. Знаете, что такое цемки-бомки? Это когда, знаете, девушки две приветствуют, не видели, а так они идут, за 10 метров начинают. Вот это, знаете, такое, привет, привет, цемки-бомки, знаете, такая. Вот, настраивают цемки-бомки. Я даже так написал. Настроить цемки-бомки со всеми, кто рядом, или выбрать под себя себе подобных. Хочу вам сказать, друзья, есть искушение. Таким образом, рано или поздно, ты исключишь Бога из числа своих друзей. Он не вписывается в твою категорию, вы понимаете? Вот, вы понимаете, когда ты хочешь вот наладить прям мир со всеми, в какой-то момент Бога тебе придется из числа друзей исключить Бога. Он не впишется туда. Он туда реально не вписывается. Посмотрите на команду Иисуса Христа. Я вам честно скажу, те еще были... Кренделя, простите. Посмотрите, один тут такой, все, ха-ха-ха-ха. А потом предал. Второй вообще все время ходил, вот, знаете, такой. Где Иисус ляжет, и он возле него ляжет. Иисус пошел туда, возлег, и он к нему пришел, возлег. Знаете, вечно лежащий. Третий вообще все время ходит, надо продать. Надо не так, надо вот так. Знаете, четвертый вообще ходит такой, знаете, чуть что такой, пошел, я не с вами. Знаете, один из учеников, кто помнит характеристику одного из учеников, когда Христа схватили в Гефсиманском саду? Наверное, Господь по великой милости не дал нам знать его имени. Потому что, написано, этот человек по ногому телу взял и сбежал. Знаете, разделся до гола и убежал. Я тоже не очень понимаю, что он там голым был. Написано, он по голому телу убежал. Вот с такими учениками Христу приходилось ходить. И слушайте, он их не цурался, друзья. И заметьте, заметьте, друзья, если мы говорим, ну, знаете, написано в Библии, должны иметь мир со всеми. А там еще написано святость. Кто мне помнит, кто напомнит мне, точнее скажите, любил ли Иисус Христос Петра? Любил? А что он ему однажды сказал? Сатана! Отойди от меня! Вы понимаете, какой-то диссонанс, друзья, то есть несостыковочка какая-то. Почему, если он хотел наладить мир со всеми, он вот как бы вот так. А если он хотел наладить мир со всеми, чего он Иуду не остановил? Почему он сказал, кому сейчас обмакну, отдам, тот меня предаст. Он обмакивает и дает ему. Послушайте, друзья, это тоже крайность, когда мы хотим наладить со всеми, знаете, такой мир. Однажды вы начнете заигрывать с людьми, и вы потеряете себя. Вы Бога потеряете в первую очередь, а потом себя. Третий момент, тоже третья крайность есть. Сосредоточиться исключительно на Боге, а остальных всех людей неправильных отправлять в жесткий бан. Как только где-то человек согрешил, ты не имеешь отношения ко мне. Таким образом, однажды ты станешь вдруг святее самого Бога, и потом его заповеди могут стать для тебя слишком детскими и примитивными. Друзья, и такой вариант возможен, оказывается. Поэтому, как же найти вот этот баланс? Мы об этом как раз, ну, может, три пункта себе запишите, если надо. Вот, друзья, как же найти этот баланс? Как иметь вот этот мир со всеми правильно с точки зрения Бога? Это наш сегодняшний вопрос. Как? Друзья, ответ очень простой. Первое, друзья. Сначала мир с Богом на условиях его праведности. То есть на условиях его истины. Невозможно иметь мир с Богом за пределами его истины. Послушайте, если в вашей Библии вдруг появляется Пятое Евангелие, у вас никогда не будет мира с Богом. Что мы записываем в Пятое Евангелие? Мы записываем туда свои собственные заповеди. Не предавай, но если надо, то можно. Пацанов никогда не предавай. С пацанами нужно по-любому всегда оставаться на связи. Это Пятое Евангелие. Такого не было в Библии. Прощай, но если он сделал это, то можно и не простить. Ну, в каком Евангелии вы это прочитали? Такого нет в Евангелии. То есть, друзья, Пятое Евангелие, это невозможно. Поэтому невозможно обрести мир с Богом на условиях не его праведности. Вы поняли? Второе, друзья. Второе, как находить? Это мир с самим собой, вытекающий из мира с Богом. То, о чем пастор Иван проповедовал. Если тебя не удовлетворяет Бог, если тебе Бога недостаточно, то у тебя никогда не будет мира с самим собой. Правда? Ну, так или нет? Ну, никогда. Тебе все время будет что-то не так. Все тебя будет мулять. И третье, друзья, третье. Смотрите. Мир с окружающими людьми, который все более будет возвращать нас к миру с Богом. Хочу вам сказать, друзья, тайное оружие, тайное, секретное предназначение людей, которые окружают вас сегодня. Посмотрите направо и налево сейчас. Посмотрите, посмотрите внимательно, посмотрите на этих людей. Так вот, рядом с вами сидит, внимание, сидит тот, Бог посадил того, кто будет возвращать вас постоянно к миру с Богом. Друзья, как мы говорили, пострывали на анатомии, помните, если вы будете замуж, однозначно вы нашли человека, который будет раздражать вас всю оставшуюся жизнь. Вы понимаете, друзья, рядом с вами, то те люди, которые, ради, из-за которых, смотрите внимательно, вы будете иногда улыбаться, иногда будете приходить, Господи, а убийство, это точно грех? А вот если его я убью, это может не грех? В состоянии аффекта, тем более, после воздействия поклонения. Может это не грех? Грех. Это самооправдание, брат. Так вот, слушайте, мир с окружающими людьми, его основная мысль, он будет возвращаться. Общать тебя все время к миру с Богом, к вопросу мира с Богом. Я помню, есть такая толстая книга, она называется «Мудрый душепопечитель». Скотт Джей Адамс, там писал один мудрый такой человек, толстенная книга. И вот я читал долго ее, и там в одном пункте я нашел выдающееся определение, которое на всю жизнь меня оно изменило. Он говорит, многие люди не хотят ходить в церковь, я их не понимаю. Почему? Он говорит, церковь – это терапевтическое сообщество, которое лечит нас от нас самих. Вы понимаете, друзья, нас надо лечить, причем лечить нас надо всю жизнь. Кого Христ Сын освободит, тот воистину свободен. Да, свободен, но тебя надо лечить от тебя. Потому что в тот момент, как только нас освобождают, кто читал вот сказку о старике-старухе и золотой рыбке? Вот самая свободная женщина была старуха, вы понимаете? Все время ей что-то не хватало. Почему это, кстати, он приписал старухе именно, а не старику, функцию? Видите, я же вам сказал, сегодня часть людей уйдет в церковь, меня пастор как сказал. А вторая часть говорит, ну не знаю, какой-то шовинист у нас пастор. Да, 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 не думал наперед стратегически. Старуха-то ведь она что, она же хотела обезопасить, все для внуков, все для внуков. Так вот, я к чему веду, друзья? Смотрите, друзья, как поступает мир в таком случае, когда речь идет о мире с окружающими людьми? Выбирай в себе в попутчике только тех, кто тебя вдохновляет и не мешает тебе идти вперед. Не стоит, не стоит перешагивать через лужу, переплывать через океан ради тех, которые не согласились переступить ради тебя через лужу. Так говорит мир, правда? Что говорит мир? В бан всех отправляют, только тех, которые тебя вдохновляют. Только тех, которые с тобой на одной волне, только тех, которые вместе с тобой говорят, 2 плюс 2 равно 7. Аминь! И тут, слушайте, легко 2, 2, 7, когда вокруг все кричат на это аминь, правда? А потом ты сам начинаешь верить, что это 7. А потом ты говоришь всем, а 7 разделить на 2, сколько будет? Они такие, 2, он 2. И все, и у тебя все классно. Послушайте, друзья, Бог специально нам, попутчики на нашем пути жизненном, знаете, кого будет давать? Тех, от которых у вас будет микроинсульты. Каждую субботу. Вы понимаете, друзья? Он таких нам и дает. А мы всю жизнь хотим, и знаете, вы никогда не задумались, почему мы хотим исправить людей, которые нам близки? Скажите мне, что мы потому, что мы их любим, и мы хотим для них лучшего. А я вам скажу, что вы лжецы. Потому что мы хотим исправить людей, чтобы нам рядом с ними было... Аминь! Видите, уже вы проповедуете, как классно! Ну это правда, друзья! Как, что предлагает нам Бог? Бог предлагает, говорит, возлюби ближнего своего, вот этого! Не, ну ладно, вот этого еще, да! Но этого! Он говорит, нет, ты должен научиться любить его. Вы понимаете, друзья, выполнение заповедей, возлюби ближнего своего, как самого себя, это голгофа. Еще раз, выполнение заповедей, возлюби ближнего своего, как самого себя, это голгофа. Причем ежедневная, если не ежеминутная. Да, Дима, да. Поэтому у нас, друзья, лидеры липцентра всегда получают молоко. Итак, друзья, с точки зрения Бога, окружающие люди, какими бы невыносимыми они не были, это не что иное, как сообщество, которое раз за разом вынужденно возвращает тебя к любви Божьей, правда? Скажите мне, пожалуйста, как можно любить врагов своих, разве только если не Божьей любовью, правда? Смотрите, наличие врага в твоей жизни автоматически возвращает тебя на пути Божьей любви, правда? Смотрите еще раз, враги возвращают тебя к Божьей любви. Слава Богу за врагов. Слава Богу, друзья, за этих странных людей, разных людей. Слава Богу, правда, за них? Пастор, пастор, да вы не понимаете. Я говорю, ну что, вообще невыносимый. Да! Я говорю, ну ты подумай, зачем такой замечательной личности, как ты, Господь в своей величайшей мудрости и любви дал вот этого невыносимого, простите меня, гада. Он что-то знает, правда? Итак, друзья, давайте еще раз прочитаем. Евреям 12.14. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Бога. Старайтесь, старайтесь. Понятно, что старайтесь, конечно же, у тебя не всегда это получится. Я вас разочарую, возможно, друзья, но, скорее всего, у вас редко, когда будет получаться иметь мир со всеми. Вот у меня, знаете, я как пастор церкви вам признаюсь, знаете, у меня иногда бывает это ужасное, страшное для меня состояние, ужаснейшее. Когда ты приходишь в церковь, вы знаете, все классно. Вот знаете, когда вот в любой сфере, у кого такое бывало, ты утром просыпаешься, бывает все ровно. Во всех сферах все классно. Бывало такое у вас? Я боюсь этих состояний. Потому что я знаю, что через пару дней ты полезешь в молитвенную комнату. По-любому, потому что там, да, воздастся тебе меры добрые, удресенные, нагнетенные, отсыплют вам в жизнь вашу. Ну, у кого такое было? Кто понимает, о чем я говорю? Ну, так не бывает. И вот это когда люди говорят, а у меня все классно, а у меня все... Ну, тут два варианта. Либо ты не понимаешь реально, какая жизнь, либо ты врешь. Не бывает жизни, друзья, она такая. Она разная, она всякая, она прекрасная, но она всякая. Итак, друзья, как же, как же, вот я написал для себя, как же строить этот мир со всеми практически? Для этого откроем, давайте, место из Писания, Евангелие от Матфея, 22, 37, 39. Быстро дам вам практические пункты. Итак, как строить этот мир со всеми практическими? Иисус сказал ему, возлюби, Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, сияясь первая и наибольшая заповедь, которая подобная, вторая же подобная ей, возлюби ближнего своего, как самого себя. Итак, друзья, какой первый совет я вам дам? Смотрите, согласно, вот что здесь пишет Иисус? Я знаю, что есть разное трактование на это место из Писания, но мне нравится вот это, оно очень такое, знаете, логичное. Сказал Иисус ему, возлюби, Господа, Бога твоего, всей крепостью, в другом месте написано еще и всей крепостью твоей. Скажите мне, пожалуйста, если я люблю Бога, вот я искренне такой, я помню момент, я все время у меня был вопрос, думаю, Господи, как я буду любить свою жену, если тебя я должен любить всей крепостью, всей душою, всем разумением, всем сердцем. Как я жену буду любить, я не понимаю. А потом до меня дошло, знаете, друзья, что означает возлюбить Господа всей душой? То есть научиться выносить за скобки в своих отношениях с Богом свою правду. Что означает возлюбить его всей душой? Это означает сказать ему, Господи, ты всегда прав, а я не бываю прав. Друзья, это очень важное, ну, такое, если хотите, это очень важное состояние. Вы когда-нибудь общались с человеком, который не бывает неправым? Кто когда-то общался с такими людьми? Утомляет, правда? А с ним невозможно же общаться с такими людьми. Ты сидишь думаешь, что ж такое? Господь, смотрите, в мудрости своей величайшей, что Он говорит? Он говорит, если ты хочешь возлюбить меня, Он говорит, возлюби меня, как? Смотрите, нет ничего, простите меня сейчас, но нет ничего более ужасного, вот вы вдумайте сейчас внимательно, нет ничего более ужасного, чем муж, который считает, что он всегда прав. Жены, сестры, скажите, аминь. Видите, как эффективно вы? Скажите, сложно, правда, строить с таким отношением? Как ему доказать, ты вроде... А теперь, внимание, мужчины. Скажите, сложно строить отношение с той, которая все время говорит о том, что ты не прав? Слушай, тут еще даже не дослушали, уже аминь идет, вы понимаете? Смотрите, почему он не может соглашаться, почему он не может смириться, почему она не может соглашаться и принимать? Друзья, да, потому что, внимание, они не выпалил первый пункт. В своих взаимоотношениях с Богом мы не научились выносить за скобки себя и свою правду, понимаете? Друзья, во взаимоотношениях с Богом, ладно, ну, жены, ладно, у нас, знаете, это какой-то парадокс. Мне все время вначале поженились, приходит пастор, и она, знаете, так, под любыми соусами пытается объяснить мне, пастор, каким образом мне можно его захомутать? Так, чтобы он меня слушался внимательно, но через три года, знаете, с чем она приходит? Пастор, помогите мне, он вообще ничего не хочет делать. Так ты же его три года туда запихивала, а теперь ты недовольна, что он ничего не хочет делать. Поэтому, друзья, в семье, точно так же и во взаимоотношениях с Богом, как и в семье, нужно вынести себя за скобки. Если ты не вынешься из себя за скобки, ты построишь такие отношения с Богом, в которых Бог не помещается, вы понимаете? Вот он не помещается. Я помню такой фильм какой-то, я смотрел, к сожалению, он российский, вот, но там такой интересный тренинг, там был такой сюжет, тренинг, там женщины, которые собрались быть бизнес-вуменшами, знаете, такие сосредоточенные. И вот они тренинг там, они складывают из пазлов каких-то, складывают конструктор себя, и вот он говорит, последняя деталь, красная, это ваше сердце, и они туда пытаются всунуть, оно не всовывается, он говорит, правильно, выкидывайте, оно вам не нужно. Хочешь быть настоящей бизнес-вумен, тебе не нужно сердце. Мне иногда кажется, друзья, что в наших взаимоотношениях с Богом самая ненужная деталь – Бог. Как-то так. Поэтому, друзья, возлюби Бога, он, смотрите, говорит, всей душой, всей душой твоей, всем сердцем твоим, всем разумением твоим. Кого он вытесняет, друзья, этими словами? Нас самих. Он пытается вытеснить нас оттуда. О, что, я потеряю свою идентичность? Да не потеряешь ты ничего, потому что ты был создан как? Поэтому, если ты вытеснишь себя, то больше в тебе останется Его, и тем больше ты будешь похож на самого себя. Парадокс, правда, друзья? Чем больше в тебе Бога, тем больше ты становишься самим собой. А чем больше ты хочешь остаться самим собой, тем меньше тебе будет нужен Бог. Вот такая вот заковыка. Второй, друзья, пункт. Как строить мир со всеми практически. Второй пункт, давайте. Смотрите, послание Галатам 6.2 Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Друзья, как иметь мир со всеми? Носите бремена других людей. Хотите иметь мир со всеми? Буквально это выглядит так. Что такое бремя? Бремя это то, что одевала на себя лошадь. Иго, бремя, да, вот она одевала на себя. Грубо говоря, видишь ты, что брат мучается, иди, и пусть тебе будет до него дело. Вы заметили, есть такие святые некоторые верующие, которые, знаете, я не хочу растрачивать свое помазание на эту бездарность. Да Бог тебе эту бездарность рядом поставил, чтобы ты сделал его одаренным. Скажите мне, кого Бог, как назвал Бог Давида, кто помнит, как он его назвал? Говорит, нашел я мужа по сердцу моему, который исполнит все желания моего сердца. Правда? А как вы вспомните, скажите мне, Водоламскую пещеру, кого он к нему привел? А ну, кто помнит, каких он привел людей? Характеристики? Хромых, обездоленных, увечных, в общем, одаренностей. Огорченных сердцем одаренностей привел, правда? Да потому что он должен был с этими одаренностями, знаете, что сделать? Носить их бремена. И поэтому, даже будучи царем, друзья, у него крышу не снесло. У него не снесло полностью крышу, потому что он научился носить бремена других людей. Посмотрите сегодня, друзья, кто сегодня в жизни с Богом, кто поднимается? Кого Бог поднимает? Только тот человек, который способен, те, на кого все пальцем показывают, лапушара. Ему что больше всех надо? Простите за такие слова, друзья, но это правда ведь. Мы же так мыслим. Мы хотим быть, знаете, такими сильными, мы хотим быть значимыми. Потому что вокруг, если я буду слабым, да меня все будут там унижать. Послушайте, пусть унижают, какое тебе дело? Нет, если ты, конечно, хочешь построить свою жизнь перед этими людьми, тогда не вопрос. Но если ты хочешь строить перед ним, тогда что? Носи бремена других людей. Почему в церкви, друзья, мы все время говорим, братья, давайте помолимся, сестры, давайте будем там помогать, давайте это сделаем. Что мы учимся делать в церкви, друзья? Носить бремена других людей. Третий пункт. Как строить мир со всеми практически? Третий пункт. Научись служить Богу через служение людям. Я служу Господу. Каким образом? В молитве. За кого ты молишься? За себя. За своих детей. За своего мужа. За свою жену. За свои финансы. Так где ты молишь? Где ты участвуешь, служишь Богу? В молитвенном служении, сестра. Друзья, научись служить Богу через служение людям. Но в служении людям всегда ставь отношения с Богом выше актуальности своего служения людям. Никогда в жизни, друзья, нельзя. Есть некоторые люди, которые, знаете, ты с ним общаешься, и он такой, знаете, служит людям, и ты к нему приходишь в неудобный момент, и он тебе говорит, да пошел ты. И ты такой, брат? Ну, понимаете, то есть, а он занят служением. То есть, нельзя, чтобы служение оказалось выше самих, ну, самого Бога, правда, служения людям. Но и не существует служения Богу без служения людям, простите. Еще раз, какая тема сегодняшней проповеди, кто мне напомнит? Старайтесь. Хотите иметь мир со всеми, научитесь служить Богу через служение людям. Если вы не служите другим людям, друзья, вы не можете назвать это служением Богу. Но это не может быть служением Богу, понимаете? Так не существует, так не бывает. Следующий, четвертый пункт, друзья, как строить практически мир со всеми людьми. Будь реально, вот очень важный момент, кстати, реально научиться быть, а не формально, подвластным и подотчетным. Вы знаете, в церкви, друзья, мы все говорим о том, что в церкви должна быть свобода. Правда? Аминь? Свобода. И я знаю, что иногда бывает у меня даже, пас там, нет, надо построже с ними. Послушайте, надо, я умею быть строгим, но суть не в этом. Господь призвал нас к чему? К любви. Так вот, друзья, но невозможно, если это дорога не с двусторонним движением. Не бывает любви, если человек в ответ не научится быть подотчетным. Причем, еще раз говорю, реально, а не формально. Это сохранит тебя от необходимости заискивать перед людьми или оправдываться перед Богом. Знаете, у нас есть две крайности. Одна, мы заискиваем перед людьми, мы хотим, чтобы люди, вот так они, знаете, с нами были. А второй момент, ну, например, я пастор. Поверьте, я знаю, что я не каждую проповедь проповедую, прям такую, знаете, после которой люди выходят и говорят, ой, пастор, ой, вообще. И тут еще почесал, и тут вообще так хорошо было. Я знаю, что иногда проповедь выходит, такой, думаешь, не, ну, не знаю, я подумаю, прийти мне в следующую субботу или нет. Честно, не обижайтесь, но мне это как-то не особо интересует. Объясню, не люди не интересуют, а меня не особо интересует критика, которая не соответствует Слову Божьему. Простите. Я помню, как один брат мне, пастор, у нас с вами проблема. Я говорю, прости, прости, брат, говорю, вот в смирении я тебе скажу, пастор, у нас проблема, вы меня не слышите. Я говорю, ну, послушай. Говорю, во-первых, я не должен тебя слышать, раз. Если то, что ты говоришь, расходится с тем, кого мы должны слушать, раз. А второе, говорю, у тебя проблема не со мной. Знаешь, с кем у тебя проблема? У тебя проблема с Богом. Потому что я говорю тебе то, что говорит Бог. Но если ты не хочешь меня слышать, конечно, тебе с Богом ссориться-то зачем, да? Проще с кем поссориться? С человеком. Вынесив его за скобки. Так нет, друзья, нужно научиться быть реально подотчетным. Что такое быть подотчетным? Что это нам дает? Когда ты реально подотчетен, в этот момент ты тоже учишься находить мир со всеми. Кто из вас, как вы думаете, скажите честно, чтобы полюбить человека, ну, скажем, быть подотчетным, полюбить, строить отношения с человеком, который не всегда бывает, как-то, знаете, легко и приятно с ним. Скажите, что нужно, что требуется? Смирение, усердие, правда? И любовь. Так вот, друзья, если хотите научиться строить мир со всеми, каждому из нас нужно научиться, еще раз повторюсь, быть реально, реально, а не формально подотчетными и подвластными. Ну и пятый, друзья, пункт, парадоксальный, смотрите, пятый пункт, переслушивая снова и снова эту проповедь хотя бы раз в три месяца. Хотите научиться мир со всеми иметь, друзья? Нужно немножечко выключить свое собственное представление. Как вы думаете, вот давайте такой, заканчивая просто топ, давайте сделаем такой опрос. Как вы думаете, какой топ, один из трех топ вопросов или проблем, с которыми приходят люди к пастору церкви? Топ три проблемы или вопроса? Один из. Пастор Иван, видите, конфликт с кем-то. Вот вдумайтесь, друзья, а почему конфликт с кем-то? Что означает конфликт с кем-то? Конфликт с кем-то, это означает, что Бог подвел тебя к месту, где Он хочет столкнуть тебя с самим собой, чтобы ты увидел и чтобы ты в чем-то изменился. Правда? Нам это надо. Поэтому, друзья, эту проповедь просто я рекомендовал бы себе напоминать раз и еще несколько раз. Поэтому я рекомендую вам, попробуйте это сделать. Вот почему вы поняли, почему я говорил, что на русском языке, на украинском пока не получилось бы у меня просто это. Ну вот я бы не чувствовал себя более свободно так пока. Друзья, давайте... А мы бы не поняли, да? Классно! Пастор не смог отпроповедовать, люди не поняли, но зато служение состоялось, можно сказать. Ну, простите, друзья. Ну что, давайте склоним голову и помолимся, если вы не против. У меня есть еще очень важное объявление. Послушайте. Давайте помолимся. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Господи, мы сегодня так благодарны Тебе, по-настоящему благодарны, Господь, что мы можем слышать Твое Слово. Ты сказал, Господь, старайтесь иметь мир со всеми. Старайтесь иметь мир со всеми. Ты вполне определенное понятие в это вложил, определенный смысл. Господь, и сегодня мы благодарны, что Ты открываешь нам этот смысл. Святость, без которой никто не увидит Тебя, в этом тоже есть определенный смысл. Господи, Дух Святой, мы просим Тебя в течение этой недели научи нас, учи нас, Господь, разуметь, понимать, окунаться в это, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь.